МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Великолепная Наталья Гундарева. Как женщина, я ее боялся просто. Как звезде всесоюзного масштаба удалось выживать среди интриг? Это страшное дело, театр, когда тебя жрут, едят. Какие тайны актрисы раскроют ее однокурсники? Это было. Конечно, это и раздражало, и злило. И коллеги по театру. И это пугало, честно говоря. И к чему привели ее эксперименты над внешностью? Наташа, ну зачем ты худеешь? Вот это единственное, что я говорила. Интересно, о чем ты сейчас думаешь? А что я думать-то буду? Ты разве всегда думаешь? Я сейчас налью. Нет, я так. Мало кто знает, что картину, которую сделала Наталья Гундареву известной, режиссер Владимир Фетин замыслил, чтобы снять свою жену, актрису Людмилу Чушсину. Но та отказалась. В повести, по которой был написан сценарий, героиня красивая, крупная и, казалось бы, созданная для счастья. Жена Владимира Фетина красавица, но полной ее не назовешь. Именно Чурсина посоветовала мужу присмотреться к выпускнице Щукинского училища Наталье Гундаревой. Молодая актриса идеально впишется в образ. Я так рад, что мы познакомились. Цветами пахнет хорошо. А сколько у вас комнат-то? Четыре. Как она ела эти вишни. Манкая, заразительная, какая-то живая, мощная. И в то же время как будто тетку перевоплотилась. В общем, покорило мое сердце. Я в нее влюбилась. У меня вон в шкафу замок не забирается. Может, починишь? Тебе это приятнее, чем быть со мной, товарищ Скалов? Откуда ты знаешь ее, Скалов? От верблюда. Наташа принадлежит к тем актерам редким, которые могут играть все. Надя, Юра, бери давай маленьких и спускай отсюда. Это твои? Те что, твои? Да. Что, все твои? Угу, все. Не такая достоверность при такой замечательной красоте, таком обаянии невероятном. Вот я все время ищу Наташу среди сегодняшних актрис. А ваш товарищ Слющий спит? Спит. Да пусть спит. Делать ему нечего, так что... А вы не боитесь, что он проснется и влюбится в меня? Не боюсь, не влюбится. А если влюбится? Да я же его знаю, не влюбится. Зато вы меня не знаете. Я вообще не видела, что она пухленькая и в теле. Вот мы ее воспринимали такой, какая она была. Она была прекрасна в этом. Ну ладно, сейчас будем чай пить и про жизнь сплетничать. Наталья Гондарева запомнится зрителю Дородной. Именно это ее изюминка. Она одна такая, не полная, но и не худая. Вообще она была на экране больше, чем в жизни. В жизни мы с ней носили одного размера штаны. Зритель и не догадывался, что актриса мечтала похудеть и стать миниатюрной. Наташа, ну зачем ты худеешь? Вот это единственное, что я говорила. Я говорю, у тебя такая индивидуальность в той природе, которая тебе дала, так сказать, жизни. Вот это твои формы, твои круглые, мордочки такой дивные. Столько в этом обаяния, шарма. И столько твоей... Нет, не моля, ты ничего не понимаешь. А вот уже кадры конца 90-х. Наталья Гундарева постранила. Через несколько лет она похудеет еще. И вскоре газеты сообщат. Наша любимая актриса слишком увлеклась погоней за красотой. И оказалась в больнице. Всегда забываем, что актер зависит от обстоятельств. И нужно было меняться. И она начала меняться. Ну и плюс, как бы, личные взаимоотношения. И есть вещи, о которых женщинам нельзя говорить. Ну и плюс еще, чего греха таить в состоянии здоровья. Когда человек так теряет вес, это не может не сказаться. Но здоровье, это очень опасно. И когда был результат уже, и она увидела себя другой, и ей это понравилось, там уже отступать было некуда. Она могла только идти дальше. Ни о чем не думая, ни о здоровье. Это было красиво, и это было главное. Вам какие женщины больше по сердцу? Блондинки, брюнетки. Рост, характер, образование. А тут что? На любой вкус? Она худела-худела. Кто-то говорил, тайские таблетки какие-то пила. Кто-то там что-то еще. И она похудела, действительно. Может быть, вот это сказалось на сосудах. Потому что, когда она там на даче оказалась, там что-то наполола, поругалась с мамой в очередной раз. Муж ничего не знал, но уехала на дачу, и все, и нету-нету. И вот это случилось страшное. Наталье Гундаревой не стало 15 мая 2005 года. Она не дожила до своего 57-го дня рождения всего три месяца. Сегодня коллеги-актрисы вспомнят, какой она была. Действительно ли погоня за красотой оказалась роковой для жизни нашей любимой актрисы? По какой причине Наталья Гундарева так долго не могла найти свое счастье? И почему она звала дочерью женщину, которая даже не была ее родственницей? Честные ответы на все вопросы прямо сейчас. Эту вот записку я принесла от госпожи моей, чтобы передать сеньору Федерико. Но так как к вам зайти я не решилась, то я нашла возможным вызвать вас. Что ж, я готов снести ему записку. Константин Райкин знал Наталью Гундареву дольше многих. Он видел ее еще на сцене Московского дворца пионеров. Она тогда уже была пышнотелая такая. И уже тогда я подумал, что, господи, такое ощущение, что просто народную артистку пригласили играть среди пионеров. Вскоре они встретятся на курсе знаменитого актера Юрия Катин-Ярцева. Того самого слуги барона Мюнхгаузена из фильма Марка Захарова. Внимание! Блин! Притом, что это поступило со второго раза, а не с первого. Я вообще не мог себе представить, как можно было не взять Наташу, которая являла собой просто кусок таланта. Это звездный курс. Константин Райкин, Валентина Лысенко, Еринка из свадьбы в Малиновке, Юрий Богатырев, Борис Сморчков, сын Ноны Мордюковой и Вячеслава Тихонова Владимир и, конечно, студентка, комсомолка и просто красавица Наталья Варлей. Извините, у меня к вам большая просьба. Пожалуйста. Можно вас попросить идти только по шоссе, не сворачивая. А это почему? Да моя сила идет за вами как привязаны. На курсе, на четвертом, был Вадивиль. Беда от нежного сердца. Ставил его Александр Анатольевич Ширвинг. И там были заняты Наташа Гундарева и Наташа Варлей. И вот было ясно совершенно, что это две совершенно состоявшиеся актрисы. Кто такая? Я? Я жужу из салона мадам Жозефини. Зин, ну подожди. Я... Вообще-то меня Зиной зовут. Однако Наталью Гундареву ничуть не смущалось, что Варлей – главная звезда не только их курса, но и всего Советского Союза. Она все время была в определенном самоощущении, так сказать, собственной значимости. Это было. Конечно, это и раздражало, и злило. Толик, развязывай! Гундарева даже не собирается заводить выгодные знакомства. На курсе она дружит с никому неизвестным Юрой Богатыревым. А с Владимиром Тихоновым и Константином Райкиным она не церемонится. Она меня назвала «Несчастный сын гениальных родителей». Когда она пришла в театр только совсем молоденькой, и только-только появилась, ну сразу было понятно, что это событие в театре, что это вот будет такая актриса, на которую ставят пьесы, на которую ходят зрители. После института Гундареву звали почти все столичные театры. Она выбрала «Маяковку» и ее скандально известного главного режиссера Андрея Гончарова. Вообще Гончаров унижал в театре практически всех, за исключением Джигарханяна и Доронина. Правда, и ее потом тоже сумел унизить. Он унизил и унижал настолько Евгения Леонова, что тот бросил театр. Когда он сказал, где этот... Вышел только что фильм, этот самый полосатый рейс, где Евгений Леонов был там с мылом. Где он? Опять мыло рекламирует! Андрей Александрович Гончаров неудержим по темпераменту и по проявлению этого темперамента. И он не находился совершенно нужным почему-то ухращать себя. И это пугало, честно говоря. Очень сильно. И иногда, так сказать, доходило до того, что уже надоедало. И когда ей говорили, что ты туда идешь вообще, он сумасшедший, он крикун, он вообще, он такой сумасброд вроде, он... Да он как унижает артистов, он о них орет. Наташа говорила, а я люблю сумасшедших режиссеров. Однако конфликт у начинающей артистки Гундаревой случится вовсе не с режиссером, а с примой театра имени Маяковского Татьяной Дорониной. Смотрите далее. Из-за чего поссорились Наталья Гундарева и Татьяна Доронина? Что-то можно допускать, что-то нельзя. Где Наталья Гундарева искала личное счастье? Она была интересна как личность, но она пугала мужчин. Правда ли, что она часто заводила служебные романы? Я сказал, что-то пошла ты. И к чему привели ее эксперименты над внешностью? Она хорошо выглядела, она была очень сильно похудевшей, какая-то стройная. Нет, нет, я... Я не ропщу. Ты дал узнать мне, что такое любовь. А я ведь могла прожить жизнь, так и не узнав этого. А теперь я знаю. Значит, дольше жить не надо. Дипломат! В конце 90-х вся страна увлеченно смотрит петербургские тайны. Наталья Гундарева хороша, она немного похудела. Через пару лет актрису будет уже не узнать. А вскоре выяснится, наша любимая артистка в больнице. Коллеги Натальи Гундаревой считают, она просто не выдержала нагрузки. Вообще, когда говорят, что вот у нее случился инсульт от липосакции, еще чего-то, я, ну вот мое, это мое чистое мнение, лично Любови Руденко, что она себя загнала. Первый у нее был, значит, выпуск спектакля с Таней Догилевой, Таня как режиссер, продюсер, Наташа как актриса, и очень быстро они его выпускали. Ирина, безусловно, украсит нашу программу. Я благодарен Ирине за то, что она любезно согласилась при этом участии в нашем представлении. Все нервничали. А Гундарева, к тому же, играет еще и в постановке Олега Табакова. А в театре у Олега Павловича в Амхате такая была какая-то система очень странная. Там могли позвонить насчет следующих репетиций, которые будут завтра с утра. Могли вечером позвонить. Однажды ей позвонили вечером, а у нее на следующий день прогон у Догилевой, причем в Подмосковье в ближайшем, там снято помещение. Таня заплатила уже за это помещение, за аренду. И ей говорят, завтра Олег Павлович может репетировать. Она говорит, извините, как вы мне сейчас звоните? В 9 вечера и говорите о том, что у меня в 11 утра репетиция. А я уже весь день у меня расписано. Говорю, ребят, я не могу, я очень занятой человек. Может быть, на фоне вот этих каких-то репетиций и каких-то негатива, который лился. А это страшное дело. Театр, театр, это страшное дело. Вот это страшно, когда тебя жрут, едят. Тогда Наталью Гундареву сняли со спектакля. Но предупредить ее об этом забыли. Больше ей не звонят. Несколько дней ей не звонят. Она продолжает репетировать у Догилевой. И она звонит сама. Здравствуйте, это Наташа Гундарева. Звонит в секретариат Олега Павловича, художественного руководителя театра. Здравствуйте, это Наташа Гундарева. Скажите, вот мне давно не звонили, а когда у меня репетиция? И дальше вот ответ, который, ну просто, ну я не знаю, это уму непостижимо. Ответ в трубку. Как вас представить? Сколько их было, болезненных ударов по самолюбию. Раньше Наталья Гундарева сама могла обидеть кого угодно. Мне не нравится эта шляпа. Наташа могла показать и зубки свои, и характер. Конечно, масштаб такой личности, она просто, она, она леди Магбет в Мценском по уезду. Она власть, она такая, она сильная, волевая женщина, она берет свое. Она королева, она выбирает. Как женщина, я ее боялся просто. Потому что это, это человек с остальным стержнем, с характером. Значит, ты считаешь, что вот это на меня можно напялить? Ты черти чем занимаешься, утром не проспавшись, приносишь мне всякую дрянь? Я, слава тебе, Господи, Ирина Мельникова, а не Чутькина. И выходить на сцену, как огородная пугла, я не могу. По твоей милости. Вон отсюда. Вон тебе говорят. А ну, заткнись. Была ли это звездная болезнь? Константин Райкин знает ответ. Спустя пять лет после окончания Щукинского училища судьба вновь их сведет. А что? Вы девушка. Что за вопрос? Так значит, нет. Так значит, да. Я понял, все формальности в порядке. Когда меня утвердили в Труфальдина из Бергам, потом утвердили Наташу, а она уже была вообще-то немножко хозяйкой Ленфильма, потому что она слилась в сладкой женщине, и она вообще была такая уже, потому что она сразу попала. Когда ее утвердили, и меня, она мне сразу объяснила, что это неправильное утверждение, ну, абсолютно, что меня утвердили абсолютно несправедливо, что эту роль должен играть Витя Павлов с ее точки зрения. Еще мы поваркуем, сеньорина. Потом Наташа стала мягче к концу жизни своей, гораздо мягче. Она как-то стала человечнее относиться ко всем. Вначале этого не было. Если про нее говорят, что у нее тяжелый характер, не верьте. Я здесь сразу вспоминаю слова Фаины Георгиевны Раневской, про которые тоже говорили, что у нее тяжелый характер, который сказал, у меня не тяжелый характер, он у меня просто есть. Точно так же, как она всегда говорила, береги себя, потому что будут испаивать, будут изгуливать, и ты должна сохранить себя как личность, иначе ты не будешь никогда русской актрисой. Вкусно? А вы с нами дружить не хотите? Избегаете нас? Что, очень не любите женщин? Не люблю, очень. Это он женщин не любил, пока нашу Веру не встретил. Катя. А она хотела сказать, что ты найдешь ту единственную, которую Виктор Петрович полюбит. Гундарева всегда была резкой. К тому же профессия заставила ее отрастить зубы и когти. Когда молодая актриса поступила в театр имени Маяковского, выяснилось, ее там никто не ждал. Я знаю, что она как бы выиграла соперничество у, так сказать, тогда главной артистки этого театра, как-то так, как-то она ее отодвинула. О конфликте с Татьяной Дорониной говорила тогда вся театральная Москва. Выпускается спектакль «Банкрот» или «Свои люди сочтемся». Репетирует Татьяна Васильевна Доронина. И буквально незадолго до премьеры Татьяну Васильевну приглашают, по-моему, в Париж. То ли на дни русского театра, то ли русского языка, то ли что. И она не может отказаться, Татьяна Васильевна. Она звонит Гончарова, «Андрей Санченко, такая ситуация? Я не могу». «Да вы что?» А он никогда не отменял премьеры. Таня действительно очень подходила к этой роли, к этой роли, В ее индивидуальности. Но в процессе репетиции Таня, может быть, в силу своего возраста, она же очень умная актриса, может, еще какую-то, так сказать, причину нашла. Она как-то очень элегантно, незаметно для театра вышла из спектакля. И, конечно, сразу же моментально получила эту роль Наташа Гондарева. Как я несчастен в своей жизни, что не могу комплиментов говорить. Тогда и началось противостояние. Их конфликт продлится почти 10 лет. Он вымотает обоих. В результате театр покинет Татьяна Доронина. «Все, что касается Гончарова и моего ухода из его театра, здесь нужно уже самой определяться в этом. Что-то можно допускать, что-то нельзя». Впрочем, Доронина не единственная, с кем Гундарева в театре так и не смогла подружиться. Наталья Георгиевна считала, что ей перешла дорогу Елена Мольченко, будущая жена Александра Фатюшина. Они даже чем-то похожи с Натальей Гундаревой. Александр Фатюшин с ней дружил, но женился на Елене. «Лида, жена еще, чёрненькая такая. Интересная женщина». «Что там интересного, масло и одни?» Гундарева и Фатюшин вели себя в театре как хозяева, в особенности с новичками. Мы начинаем новую работу. Первое, что мы сделаем, мы сейчас выпьем шампанского. Потом, если начнем о чём-то и понимать друг друга, то мы немного по коньяку ударим. Чуть-чуть. Ну, за милых дам. Я не пью. Собрал я. Значит так, либо сейчас мы по массе пусечкой, либо без мата и на вы. Он никогда не был любовником Наташи Гундаревой. Никогда. И никогда даже и у него это не было, хотя он был большой ходок. Вдова Александра Фатюшина утверждает, это Гундарева сначала увела у неё первого жениха Анатолия Лобоцкого, а потом сама же на неё и обиделась. Они начали так плотно репетировать, что я поняла, что, как говорят врачи, мы его теряем. И после банкета по поводу блестящего ввода в спектакль идёт гульба-пальба и Толя подходит и говорит, ты поезжай домой, а мы уезжаем все вместе куда-то продолжать банкет. И я встав на колени попросила его не уезжай, пожалуйста. А он так переступил через меня и пошёл дальше. И вдруг она оборачивается, увидит меня, а он так подходит ко мне и говорит, как я тебя ненавижу, как ты надоела мне. И всё, я так вообще, я как этот сугроб рассыпалась в крошки. Наталья Гундарева часто заводила служебные романы. На работе она нашла первого мужа. Это был на тот момент уже знаменитый театральный режиссёр Леонид Хейфиц. Он делал для телевидения экранизацию романа «Обрыв». Гундареву пригласили играть Марфеньку. А ваш мамон знает, что вы мне теперь сказали? Говорите да или нет? Нет ещё. А как же вы смели со мной говорить об этом? Даже до свадьбы договорились, а мама ваша не знает. А я ей скажу, я ей сегодня же скажу. Хейфиц старше на 14 лет. Взрослый и самодостаточный, он отличался от остальных поклонников Натальи. Молодой актрисе льстила чувство уже известного режиссёра. Сразу после съёмок режиссёр и его новая муза поженились. Леонид получил квартиру. Казалось бы, для семейной жизни созданы все условия, но их брак был недолгим. Хейфиц Леонид был прекрасный театральный режиссёр и человек очень интересный. Ну, как он мне однажды сказал, ты же понимаешь, нет ни графика, ни личной жизни, всё время экспедиции, съёмки, павильоны, Мосфильм, студия Горького, Ленфильмы. Её, говорит, мотает, болтает невыносимо. Про Хейфица она только сказала одно, что, к сожалению, не получилось родить. Вот, потому что вот то, что она сказала лично мне, у меня, был жуткий токсикоз, я буквально к каждой уровне подходила. И в конце концов и не получилось, и произошло. Ну, я так думаю, произошло выкидыш. Вот мама покойница рассказывала. Раньше к ППУ принесут крестить, так он обязательно 9 месяцев обратно сочтёт, чтобы, не дай бог, на какой пост не пришлось. Если бабу в пост тронул, так за великий грех почиталась, отказаться мог батюшка-то. Не буду и всё, хоть день крещённый. А постов-то много, хоть и заскучаешь. Будет ли эта беременность последней для Натальи Гундаревой? И почему актриса так и не стала мамой? Потому что у неё отрицательный резус. Вот так судьба распорядилась, к сожалению, печально. И вскоре после этого, по-моему, они и расстались. Ну, вообще, она хотела детей, на самом деле. Я думаю, из неё бы вышла очень хорошая мама. Ей всё время хотелось над кем-то шествовать, кому-то помогать, что-то посоветовать. Это такое нерастращенное материнство совершенно. По иронии судьбы, одна из самых любимых зрителем ролей Натальи Гундаревой – многодетная мама в картине «Однажды 20 лет спустя». Ура! Что? Я изобрела порох! Да и ну! Ребята, нормальный ребёнок. Здоровый! И меня потрясло, что 29-летняя она сыграла всё в этой роли. И боль, и бессонные ночи, и любовь, и отчаяние, и переживания. Всё. И она состарилась в кадре на 20 лет. И в конце засияла, когда «что вы ждёте от жизни?» у неё спросил ведущий. Она сказала «Я жду ребёнка». Юлик, я не знаю, что ещё говорить. Ты скажи одно единственное. Чего ты ещё в жизни ждёшь? Чего я в жизни жду? Я жду ребёнка. С Хейфицем Гундарева ещё встретится в 98-м. Его примут в Маяковку. Наталья Георгиевна наряду с Игорем Костолевским, Светланой Немоляевой и Александром Лазаревым лицо этого театра. На ней репертуар. Звезда Хейфица на тот момент уже гаснет. Что они тогда почувствовали? Ностальгию, светлую грусть, пустоту? Или проснулась старая обида? С Хейфицем Наташа что-то не понравилось. Наташа взбрыкнула. Она ушла. Она была очень молода, полна жизни, полна красоты, хотела любви, здоровых, красивых, молодых парней. Что нормально. Я скажу прямо. Я люблю вас, Вера Николаевна. Нет. Это невозможно. Конечно. Это уж естественно спрашивали. Они жена ли она вам жена? Ее-то просто насиловали. И Наташа позвонила как-то Вере, говорит, слушай, ну ты это что? Ты меня извини, но просто достали. Я не помню, что у Наташи, что с кем она была, поэтому я как-то эту тему не трогаю, стараюсь не трогать. Далее последует череда служебных романов в театре. Но Гундарева, актриса выдающегося дарования, не может найти равного. Она отдавала. Вот она отдавала. Вот настолько заражала своей энергетикой, такой чистой, такой правдой внутренней, что я думаю, что даже бездарный актер с ней заиграет. Что-то там в нем произойдет обязательно. Она была интересна как личность, но она пугала мужчин. Она пугала их этой внутренней силой. И поэтому волей-неволей происходил момент предательства вот этой внутренней слабости. Мне кажется, она так тащила всегда всех на себе. Мне кажется, что она была всегда руководителем этих отношений. Перечислять других ее возлюбленных бесполезно. Этих актеров уже никто не помнит. Всех, кроме Сергея Насибова. Он произвел впечатление на зрителя еще своей первой ролью в кино, сыграв предателя Гошу Кораблева в школьном вальсе. Привет! Ты с ума сошел? Я сегодня всю ночь не спала. Я узнала статистику, на вулкане погибает каждый второй, понимаешь? Какая ты сегодня красивая. В 80-м Насибов поступает в театр имени Маяковского. Он женат на дочери самого Льва Адурова, Екатерине. Сергей чем-то похож на своего персонажа из школьного вальса. Порой он держится очень дерзко. Первый год в театре я вообще громко бьел, разговаривал, да, вообще-то, да. Что-то там смеялся, там, издевался, там. Ну, и она мне сказала, что ты думаешь, что ты, что ты так себя ведешь, что ты какой-то имеешь право так себя вести, мол. Если Лёва твой тесто, ты что, имеешь право так себя вести? А в самолюбии же и тут такой удар. И я сказал, что? Да пошла ты. Так вот. А теперь мое резюме. Я буду давать вам самые трудные разработки, чтобы у вас не было ни одного свободного вечера. Говорят, от любви до ненависти один шаг. В актерском мире бывает и наоборот. Каждый раз, когда Гундарева и Насибов оказываются рядом, аж искры летят. Это будет яркий роман. А чё ты пришел поздно? Чё ты так поздно пришел? Хочу и прихожу поздно. Ваш сын, знаете, когда пришел? Вот сейчас пришел ваш сын. Моей матери звонит. Телефон об стенку. Она могла взять, собрать вещи, вот завязать в халат в этот, в махровый. И его так выкинуть. А жили в этой сталинской высотке, большой подъезд, эти лифты. Вот так вот. Иногда речь заходила о детях. Сергей Насибов утверждает, Наталья Гундарева сама отказалась от материнства. Я говорил, брось всё и становись матерью, сиди с ребёнком, воспитывай ребёнка, сиди с ребёнком. Ты можешь это сделать? Профессию свою можешь? Как-то так. Она говорила, нет, не могу. Ну, понимаете, женщине всегда хочется быть матерью, правда же? Всегда хочется видеть продолжение своей крови, видеть глазки, носик, да? Понимать, что ты не только актриса, а что ты ещё и мать, и жена. И, конечно, это в ней сидело, и она очень умела это всё скрывать, но это было видно. Это, конечно, было видно. Неужели я такая, что ты меня стыдишься? Неужели ты меня такой считаешь? Паша, а за что? А за что я даже с тобой ни разу не целовалась, а выходит, что я вешаюсь? Я не вешаюсь! Я люблю, понимаешь, я люблю! Наталья Гундарева страстная натура. И, может, это её подвело. Если бы Сергей оказался спокойнее, их союз мог бы продлиться годы. Никто её не бросал, никто её не изменял. Это была её жизнь, которая захватывала вот водоворотом всех, кто был там рядом. Вот она счастливчиков захватывала и затягивала в водоворот. Кто-то бы прыгнула и опять затягивала. Наталья Георгина пришла в очень плохом настроении. И она один раз сказала, никогда этим козлам не верь. Вот рассталась же она с ними, она же расставалась с Наташей. Значит, что-то кончалось, может быть, кончалась любовь, какой-то первый порыв, первая влюблённость. Возможно, свою лепту в бурную и нестабильную жизнь Натальи Гундаревой внесла и её мама. Смотрите далее. Могла ли мама искалечить жизнь Натальи Гундаревой? Я не знаю, что мне делать, я не знаю, что мне делать, мама. Где актриса найдёт любовь всей жизни? Я говорю, Миша, иди к нам, мы вместе. Потом нет. Я получила другое предложение. И к чему привели её эксперименты над внешностью? Несколько версий, что какие-то практики там восточные тоже для похудения. А ты что, собственно, застряла в дому? Давай в мою фирму на работу. У меня, Валера, дома очень много делают, так что... Ты, погоди, ты не стесняйся. Ну, мало ли, что бывает. Ну, заел быт. У меня ведь самого трое. Да-да, ты даже представить себе не можешь, как это сложно. С семьёй у Натальи Гундаревой долго не складывалось. Возможно, отчасти в этом виновата её мама. Всё время мы с ней конфликтовали. Раньше у меня удачно получалось её показывать, изображал. И она вечно такая вот... Ей не нравилось, как я машину вожу. Вот это её очень раздражало. Мне кажется, мама как-то повлияла на её судьбу. У неё, может, даже обида была какая-то на маму, потому что мама была очень властная, судя по её каким-то таким междометиям. Наталья Георгиевна выросла без отца. На самом деле, она из очень простой семьи, и мама у неё очень простая. Но она умела это делать. Она умела в любом обществе завоевать себе позиции. В любом. У нас в городе давно все эти перин повыкидывали. А что же, прям на досках спят? Ну, чем на досках? На поролоне. У матери хоть поспишь на покое. Гундарева видела, как тяжело её маме достаётся хлеб. И ещё в детстве решила, она сделает всё, чтобы мать ни в чём не нуждалась. Когда на Гундареву свалилась всесоюзная популярность, Лёля оставалась лишь наслаждаться своей новой жизнью. Она понимала, дочь сделает ради неё всё. Ну, такая своя была, и вечно сидел за столом тоже, и так, я её как-то не воспринимал, как вот, Лёля, ладно, всё, всё, Лёля, молчать, всё. Ты всем уделяешь внимание, а мне внимания не уделяешь, конечно, наступает естественный человеческий материнский эгоизм. Как здоровье, мам? Сейчас хорошо. Мама до последнего дня будет требовать к себе внимания. Как раз перед спектаклем все собираемся, я слышала, она стоит в костюмерном цеху, а, что это такое? Я говорю, Наташа, что случилось? А она, она такая вся красная. Я говорю, что, ссору, давление, что? Да нет, ты представляешь, я не знаю, что мне делать, я не знаю, что мне делать, мама. Вот я её отправила в санаторий, мне сейчас звонят, заберите маму, потому что там ей всё не нравится. Когда я её оставляю дома, она говорит, ты всё время уходишь на работу, ты всё время одна. Счастливое общество состоит из счастливых личностей. Поэтому люди просят. Я помогаю. Наталья Гундарева и нравилась заботиться. Она готова была на многое, даже ради совершенно чужого ей человека. В последние годы жизни Наталья Георгиевна вступила в одну из политических партий и даже стала депутатом. Один из её коллег случайно узнал её тайну. Я, говорит, вижу, расписываюсь в ведомстве, а у него буква тоже на букву, и фамилия на букву Г. Гундарева, и я вижу там справа сноска. Всю зарплату пересылать в Союз кинематографистов фонд неработающих киноактеров. А там была хорошая зарплата. Гундарева хорошо понимает, что такое чужое горе. Она долго была одна и не всегда по собственной вине. Я действительно был в вытрезвителе. Леной кляну. Ты клянёшься Леной, когда не там, в воздухе. Так нельзя сыграть, если ты этого не имела в жизни. Нельзя. Татьяна Васильева прослужила в театре имени Маяковского почти 10 лет. Она видела, что возлюбленные Натальей Гундаревой не всегда хранили ей верность. Все знали это было так, все это принимали, понимали и думали, кто будет следующий. У нас был длительный гастрольный период, двухмесячный, пермечелябинск. Вдруг ни с того ни с сего, они знали друг друга с Мишей сколько лет, и вдруг у них что-то такое искра пролетело между ними, и вот у них начались взаимоотношения на гастролях. Мы с Сашей вдвоем пришли со спектакля, а Миша был нашим соседом. Я говорю, Саша, давай позовем Мишку к нам. Ну что, он может один, да? Давай посидим все вместе, отметим вот это окончание гастроли. Он говорит, давай, давай, с удовольствием. Я к нему постучалась, он стоял такой приподнятый, романтичный весь такой. Я говорю, Миша, иди к нам, мы вместе. Вот он говорит, нет, я получил другое приглашение, Светик, несердитесь на меня. Вот они с Наташей вместе уже отмечали этот последний день наших гастролей. Останьтесь. Мне так тоскливо. Михаил Филиппов тоже артист театра имени Маяковского. К тому же он зять самого Юрия Андропова. Видимо, уже не было общения с женой. То есть он никого не обманывал, не предавал и не уходил из семьи. Ему запрещали официально разводиться, потому что, ну, нельзя разводиться с дочерью генсека. Ну, такие были правила. Официально стать мужем и женой Наталье Гундареву и Михаилу Филиппову удастся только после смерти Юрия Андропова. Миша взял своим спокойствием, своей уверенностью, своим каким-то интеллектом. Долг военный в том вижу, чтобы служить чести и славе вашего величества. Ну-ка, пригони мне карету. Рад служить ваше величество. Сопровождать меня будешь. Воля ваша. Своим счастьем Наталья Гундарева могла бы наслаждаться долго, но не получилось. Ее болезнь и уход для многих стали неожиданностью. Мы когда-то встретились, она была какая-то уже общественная деятельница, помимо всего прочего. Она хорошо выглядела, она была очень сильно похудевшая, какая-то стройная. В Ростове папе вообще у него партнер Дима Бозин, который моложе был ее на 20 лет. И она говорит, понимаешь, у меня там любовные истории, и я хочу как бы вот попробовать помолодеть за счет сброса веса. Потому что, естественно, когда сбрасываешь вес, сразу ощущение, что человек моложе лет на 10, 20, 15. Сегодня коллега Натальи Гундаревой раскроет ее секрет. Как знаменитой актрисе удалось так сильно похудеть? Я говорю, Наташа, а как? Она говорит, я просто после 6 перестала есть. Ну, как мы, актеры, после спектакля приходим, естественно, на ночь наедаемся. Потому что до этого некогда, целый день мотаешься, утром кофе попьешь, а только вечером после спектакля приходишь и поешь. Несколько версий, что какие-то практики там восточные тоже для похудения употребляла. Что делала операции, я тоже слышал. Но мне ни одна из этих версий не кажется убедительной, потому что полно, бабы только этими занимаются, что глотают таблетки, делают операции. И ничего, живы-здоровы. Ну, давайте, девки, поднатужились. Ой! Была у Натальи Гундаревой и еще одна тайна. Она давно чувствовала себя неважно. Но на собственное здоровье актриса тратить время не собиралась. Однажды на гастролях Наталье Георгиевне стало плохо. Вдруг я вижу, что она белеет и начинает вот так оседать. Я крикаю, Михаил Иванович, он ее подхватывает с той стороны, я с этой. То есть мы с двух сторон ее успели подхватить, чтобы она не упала. И она на ватных ногах уже идет, мы ее уводим за кулисы. Кого престола оставлю? Петрушка, дурак, дураком. Алла Петрович, младенец. Натальи Гундаревой вызвали скорую. После укола актриса собиралась выйти на сцену, несмотря на запрет врачей. В этот раз ее удалось отговорить. Зрителям объявили о том, что они могут сдать билеты. А дальше происходит, сейчас я буду рассказывать, я буду кому у горли. Зрители встали, хлопали, и ни одного сданного билета. Такая любовь была зрительская. А она была готова вот ради этого зрителя стать давлением там, я не знаю, 30 на 60, наигрывать спектакль. То есть вот такая была отдача, такое служение было. Она, конечно, была замотана. Вот она жила все время в состоянии «давай, давай, 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 бегом, 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 бегом». Встретила незадолго, как она попала в больницу. Она шла, и у нее какие-то были глаза перевернутые такие, они с Мишей шли, в старейшинком вереволке встречались. Она была очень похудела, у нее эти огромные глаза, и какую-то я почувствовала в них какую-то тревогу или какое-то предощущение чего-то. О своих проблемах Наталья Гундарева рассказывала только близким. Кто входил в этот круг? Конечно, супруг Михаил Филиппов. А еще некая Ирина Дегтева. Ее актриса иногда даже звала дочкой. Она очень искренне относилась к этой Ирочке, своей, этой вот, как она называла приемной дочкой. И так съездила с ней последние годы на гастроли и все добывала. И вообще очень помогала ей. Это просто, мне кажется, они так, насчет дочки, они просто так, ну, как бы, прикалывались. Потому что, что касалось нереализованного материнства, когда вот так на эту тему один раз Наташа говорила, она говорит, да что, говорит, у меня столько детей в кино, когда бы, если бы у меня в жизни был ребенок, когда бы я его воспитывала. Ну и что, говорит, неизвестно, кого бы я вырастила, ребенок был бы сам по себе предоставлен один, а я все время работаю. И смысл? Наталья Гундарева росла без отца. Наверное, она мечтала об уютном доме, в котором звучит детский смех, и о большой счастливой семье. По-настоящему близкие люди появились в ее жизни поздно, но появились же. Гундарева шла к этому долгие годы. Она не собиралась ждать, она сама создавала свою жизнь. Она была очень по своей сути, она была внутри очень крепкая, такая вот, у нее был стержень. И она, я бы так сказал, она не, как-то не гнулась в эмоциональном смысле, она как-то вот ломалась. Вот она вдруг доходила до какого-то края, эмоций, и вот она ломалась резко. В конце фильма «Однажды 20 лет спустя» все рассказывают, кто за 20 лет чего достиг, кто-то журналист международный, кто-то пишет стихи, кто-то поет песни. И все так смотрят, вроде несчастная баба с этими детьми несчастными. «Чего вы от жизни ждете?» спросила ведущая. Она говорит, «Я жду ребенка». И счастливая совершенно. И она бы сказала, «А я жду», если бы спросили, «Дорогие Рубина, вот если бы не случилось с ней это несчастье, инсульт, что вы ждете от жизни?» Она сказала, «А я жду». Руль. Жаль, что она не рассчитала силы. Наталье Гундаревой не стало в мае 2005 года. Ей было всего 56. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова